По какой самой тупой причине взрослый человек разозлился на ваших глазах? Я был в спортзале, и один парень занял сразу три тренажера. По очереди переходил от одного к другому. Два из них стояли рядом, а третий был на другом конце зала, в десяти метрах от первых двух. Каждый цикл упражнений длился не менее двадцати минут. Я наблюдал за ним, пока делал приседания. В конце концов, я перепробовал все тренажеры, кроме этих трех, поэтому я подошел к челу и спросил, закончил ли он. Он опустил свою книгу по тренировкам и сказал очень грубо, «Я занимаюсь на них, понятно? Дождись своей очереди». Не успел я даже подумать, как лучше ответить, подошел огромный чувак и спросил у парня, можно ли позаниматься на тренажере. Тот расплылся в улыбке и произнес, «Не вопрос, братан». Большой чувак жестом показал мне, что и я могу воспользоваться тренажером, и ушел. Тот парень казался очень сердитым. Мне даже на секунду показалось, что он ударит меня своей книгой. Сосед по съемной квартире однажды обматерил меня из-за того, что я попросил с него денег в общий фонд, на деньги из которого мы покупали средства для уборки, мытья посуды, туалетную бумагу и прочие расходники. По два бакса в месяц за вещи, которыми мы пользовались все. В итоге этот сосед предпочел не складываться вместе со всеми. Его попросили, я и другие соседи, покупать туалетные и кухонные принадлежности отдельно. Через несколько месяцев у нас засорились трубы, и нам пришлось вызывать сантехника. Оказалось, что наш жадный сосед не покупал туалетную бумагу, а подтирался газетами, что и привело к засору. Одна женщина отправила своих детей, 5-8 лет, в тематический хэллоуиновский магазин, где я работала, дав им свою карту, чтобы они купили все, что захотят. Когда они подошли к кассе, дети не смогли найти карту. Позвонили маме, мама прибежала в магазин и начала истошно кричать, что именно я украла ее карту, потому что я стояла за кассой в это время. Я сказала, что над каждой кассой стоит камера, что я уже полчаса не отходила от этой кассы, и что я могу помочь ей найти карту. Она не поверила мне и вызвала полицию. Так как это было обвинение сотрудников магазина в воровстве, всем сотрудникам было запрещено покидать магазин, хотя обвинили только меня. Полиция прибыла только через 20 минут, когда магазин должен был уже закрыться. Мы все были расстроены этой ситуацией и мечтали поскорее пойти домой. Я не могла никому ничем помочь, кроме извинений. Мы не могли даже выйти наружу, потому что мама стояла там, указывая на дверь и глядя на нас через витрину с нескрываемой ненавистью. Наконец появилась одна женщина-коп с очень кислым видом. Она записала наши показания, просмотрела записи с камеры наблюдения, сказала женщине, чтобы она заблокировала карту и сходила в банк утром. Когда женщина наконец ушла, полицейская около 10 минут разговаривала и шутила с нами, чтобы разрядить обстановку. Очень крутая тетка. Через 10 минут, когда полицейская начала собираться, зазвонил телефон и ответила моя коллега. Звонила та женщина. Она нашла свою карту. Карта лежала на столе у нее на кухне. Она просто забыла отдать ее сыну. Она так и не извинилась. Вот стерва. Мой начальник на прежней работе не смог открыть обертку от Киткат и поэтому в гневе проломил кулаком стену. Это произошло в офисе на глазах у большого количества сотрудников. Однажды в очереди одна дама попросила меня пропустить ее вперед, но я сказал «Извините, у меня обеденный перерыв заканчивается, мне нужно поскорее вернуться на работу». Она повернулась к человеку, стоявшему за ней, и сказала «Погляди-ка на этого ебутого, не пропускает меня вперед, потому что считает себя важнее меня». Уверен, что она считает себя очень важной дамой. Я работала в магазине, и в канун Рождества 2017 года у нас закончились игрушки бренда «Хэтчмолс». Нам подвозили эти игрушки каждый день, но их всегда, без исключения, раскупали в первые пару часов на подарки детям. У одной стервы случилась истерика, потому что мы якобы испортили праздник ее дочери. Нет, женщина, это ты испортила ей праздник. Не наша вина, что ты вспомнила о подарке для дочери только в 17.30 в канун Рождества. Я работаю диспетчером службы спасения. Однажды на автостраде случилась серьезная автомобильная авария, и нам пришлось пустить поток машин в обход через второстепенную дорогу. Женщина, которая жила вдоль этой дороги, позвонила нам и пожаловалась, что вдоль жилого сектора ездят грузовые машины. Я объяснил, что на основной дороге произошла серьезная авария, и как только дорогу расчистят, поток машин вдоль ее дома прекратится. Она продолжила жаловаться очень сердитым тоном, что из-за грузовиков возле ее дома поднялась пыль и летает щебень, и потребовала, чтобы мы прислали кого-нибудь для уборки. Я сказал, что это вне нашей компетенции. Она заявила, что хочет поговорить со старшим по званию. Я записал ее жалобу и сказал, что наш сержант подъедет к ней и поговорит об этом после того, как сообщит семье человека, погибшего в аварии, о том, что их родственник скончался, после чего повесил трубку. Когда сержант приехал к ней, мы обязаны реагировать на жалобы. Она не открыла дверь. Мы пытались дозвониться до нее, но она так не ответила. Мой папа очень быстро заводится. Его несколько раз заставляли пройти курс управления гневом по решению суда. Его постоянно выгоняли из разных заведений. Подобных случаев было слишком много. Приведу пару примеров все же. Однажды мы сидели в ресторане. Официантка посмотрела на мою младшую сестру и сказала, что она очень милая. Папа взбесился и начал кричать на эту милую девушку, что не давал ей разрешения осмотреть на своих детей. Нас попросили уйти. Еще запомнился один случай, произошедший во время Рождества. Мои родители развелись и суд постановил, что мы можем быть с папой в течение определенного времени, после чего он должен был возвращать нас к маме. Время папы истекало и мы напомнили ему об этом. Он взбесился. Веселое у меня было детство. Моя двоюродная сестра, взрослая женщина, рассердилась на свою пятилетнюю племянницу, когда та сказала, что ей нравятся единороги. Потому что она, взрослая тетя, начала фанатеть от них раньше. В старших классах я подрабатывала в книжном магазине. Каждую зиму мы устраивали благотворительную акцию, в ходе которой предлагали покупателям, когда они подходили расплачиваться на кассу, купить детскую книгу в качестве пожертвований. В основном люди отвечали, нет, извините. Но один мужчина взбесился и начал горланить о том, что раз он пришел покупать книгу, то он хочет прочитать ее, а не пожертвовать. Я ответила, все в порядке, мы никого не принуждаем. Рассчитала его и назвала цену, но он все не унимался и продолжал ругаться о том, как это глупо просить его купить 4-долларовую книгу для семей с детьми и школ, у которых нет денег. Не затыкался, пока не покинул магазин. Я никогда не осуждал о тех, кто отказывался жертвовать деньги, кроме этого чувака. Женщина пришла с тележкой полной продуктов к отделу обслуживания клиентов и заявила, что хочет все вернуть, потому что ее покупки пробил мой коллега со сломанной рукой. Она сказала, что ей не нравится, когда люди с бандажом прикасаются к ее продуктам. На его руке был фиксатор, который он прятал под фартуком. Мы не сказали ему, что случилось, потому что не хотели его расстраивать. Мой племянник занимается гимнастикой и достиг в этом больших успехов. Однажды я присутствовал на соревнованиях и когда его награждали медалью, одна женщина с красным от гнева лицом начала кричать на моего племянника. Он постоянно побеждает! Ему нужно запретить участвовать на соревнованиях, чтобы у других детей был шанс! Она продолжала кричать и материться, пока ее не увела охрана. Племянник позже сказал мне, что сын этой женщины подошел к нему и извинился за поведение своей мамы. Я некоторое время работал в магазине автозапчастей. Нередко мужчины средних лет сердились на нас, когда мы отказывались искать запчасти для их машин, которых у нас точно не было. Или когда задавали уточняющие вопросы о том, что именно им было нужно. Не очень приятно, когда у взрослого человека случается приступ гнева из-за того, что он даже не знает, какая у него машина. Друг однажды позвонил мне, кипя от злости, потому что, когда он подъехал на машине к экспресс-окну фастфуда, сотрудник сказал ему, добро пожаловать в название ресторана фастфуда. Не хотите ли заказать название блюда? Это взбесило моего друга. Твоя работа заключается не в том, чтобы говорить мне, что я хочу заказать. Ты обязан спросить меня, что я хочу заказать. Он кричал это мне, так как будто я был тем сотрудником ресторана. Я сказал ему, чувак, ты в первый раз заказывал еду? Они почти всегда так делают. Более того, это часть их работы рекомендовать покупателям определенные блюда. Я уверен, что этому сотруднику было велено предложить именно это блюдо. Если бы он не сделал это, то его бы наказали. Знакомый взял у меня деньги в долг, пообещав вернуть через неделю. Через пару недель я попросил его вернуть долг. Он устроил скандал из-за того, что я докучаю ему по поводу такой незначительной суммы. Сказал, что такой мелкий долг можно и простить. Ну уж нет, так дела не делаются. Мой друг серьезно пострадал, когда спускался на лыжах с трамплина высотой в 15 метров, пытаясь не сбить девочку, которая оказалась в слепой зоне. Мой друг лежал на земле со сломанной ногой и ребрами и плакал, а отец этой девочки имел наглость подойти к нему и накричать, что он чуть не убил его дочь. Шестилетний ребенок оказался в слепой зоне возле трамплина, где тренировались профессиональные спортсмены. Сотрудники парка быстро подошли к мужчине и сказали, что трамплин не лучшее место для того, чтобы учить ребенка кататься на лыжах, после чего увели их в нижнюю часть парка. Из-за глупости этого придурка его дочь чуть не пострадала, мой друг получил травмы, а он еще подошел к травмированному человеку и начал кричать, хотя мой друг рисковал своим здоровьем, чтобы не причинить вред его дочери. Мужчина привел своих детей в Макдональдс, расположенный внутри Волмарт. Получив заказ, он захотел вернуть его, обратившись к беременной кассирше, зарплата которой была намного меньше, чем она заслуживала, учитывая, с каким дерьмом ей приходилось сталкиваться на работе. Поначалу он был спокоен, но вскоре начал сердиться, и любой, кто проработал в сфере питания достаточно долго, мог определить, что это был один из тех клиентов, которые бесятся еще сильнее, когда их требования удовлетворяют. Он утверждал, что заказал другой бургер, на что она ответила, что он заказал именно то, что ему выдали. Он начал кричать и материться. Вмешался менеджер и предложил вернуть ему деньги. Он забрал деньги в очень агрессивной манере, естественно, после чего громко и высокомерно сказал своим детям «Пойдемте найдем какой-нибудь нормальный Макдональдс». Чувак, научись контролировать свои эмоции. Я Бористо в кофейне. Однажды один чувак заказал кофе с миндальным молоком при температуре ровно 47 градусов. Я сделал кофе именно так, как он просил. Через несколько секунд он взбесился и начал кричать, что я все сделал неправильно. Я спросил его, что не так, что кофе был налит на миллиметр больше, чем он просил. Я такой, что? Он сказал, что похоже, в нашу кофейню берут только умственно отсталых, так как в чашке, которую он принес с собой, есть линия, выше которой нельзя наливать напиток. Сказал, что с ним такого никогда не случалось, что он чувствует себя оскорбленным и тому подобное. Я попытался его успокоить, но он настоял, чтобы я позвал менеджера. Менеджер попросил его больше не приходить в нашу кофейню. Мужчина лет за 50 закатил истерику в международном аэропорту, когда объявили о смене выхода на посадку. Он не стеснялся в выражениях. Я прекрасно слышал его, хотя между нами было не менее 200 метров, а аэропорт был переполнен. Довольно грустное зрелище. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok